Привет, друзья! С вами Даша и канал «Это просто!». Сегодня я расскажу о кредитной карте «Все сразу» от Raytheon Bank. Raytheon Bank входит в ТОП-15 надежных банков страны и занимает лидирующую позицию в рейтинге лучших иностранных банков. Основные параметры Кредитный лимит – до 600 000 рублей. Беспроцентный период – до 52 дней. Процентная ставка – от 29% годовых. Минимальный ежемесячный платеж – от 3%. Интернет-банк, мобильный банк – бесплатно. СМС-банк – 60 рублей в месяц. Комиссия за снятие наличных – 3% плюс 300 рублей. Годовое обслуживание – от 1490 рублей. Кэшбэк – до 5%. Отмечу, что со времени выпуска данного видео банк мог изменить условия. Поэтому советую перейти по ссылке в описании для ознакомления с актуальным тарифом. Рассмотрим основные преимущества и недостатки карты «Все сразу» от Raytheon Bank. Начнем с преимуществ. Первое преимущество – наличие льготного периода. Кредитная карта «Все сразу» имеет беспроцентный период до 52 дней. Вы можете бесплатно приобретать товары по карте в течение данного периода. Если вы до конца указанного срока оплатите все совершенные покупки, то банк не начислит вам ни процентов, ни дополнительных комиссий. Если вам важна длительность льготного периода, то советую обратить внимание на карту 110 дней от того же Raytheon Bank. Ссылка в описании к видео. Второе – доступная стоимость обслуживания. Годовая стоимость обслуживания составляет 1490 рублей, а для карт с индивидуальным дизайном – 1990 рублей. Все кредитные карты имеют технологию бесконтактных платежей PayWave. Поддерживают функцию 3D Secure, что позволяет совершать безопасные покупки в интернете. Третье – быстрое подтверждение заявки. Предварительное одобрение заявки происходит через 5 минут после оформления анкеты на сайте. Ссылку вы найдете в описании к видео. Для получения карты вам потребуется лишь паспорт. Справка о доходах понадобится в том случае, если вы захотите повысить свой кредитный лимит. Четвертая – бонусная программа. Банк начисляет 1 балл за каждые 50 потраченных по карте рублей. Учитываются все совершенные безналичные операции, в том числе и за рубежом. В отличие от конкурентов, где кэшбэк могут начислять только по России и только в определенных категориях и магазинах. Raiffeisen дарит баллы ко дню рождения, к Новому году и начисляет приветственные баллы новым клиентам. Накопленные бонусы вы сможете обменять на рубли или электронные сертификаты партнеров банка. Пятое – бесплатный интернет-банк и мобильное приложение. Все держатели кредитных карт Raiffeisen банка получают бесплатный доступ к интернет-банку и мобильному приложению для Android и iOS. Вы сможете управлять своими счетами, следить за должностью и оплачивать множество услуг, к примеру, ЖКХ, интернет и транспорт без комиссии. Напомню, что за все совершенные операции вы получите кэшбэк в 5%. Шестое – удобное пополнение. Банк при помощи собственного сервиса предоставляет возможность мгновенно пополнить кредитку с карты сторонних банков без комиссий и процентов, что достаточно удобно для погашения задолженности в последний момент и для внесения минимальных платежей. Седьмое – акции и скидки у партнеров банка. Raiffeisen обладает богатым списком партнеров, которые предлагают всем держателям карт специальные предложения на свои товары и услуги. К примеру, компания Indesit предоставляет промокод со скидкой в 21%. Восьмое – лимиты на операции. Банк предлагает в личном кабинете функцию установки лимитов на выдачу наличных и совершения переводов с карты на карту. Так вы сможете установить запрет на оплату в интернете. Данная функция позволяет ограничить траты и обезопасить себя от возможных дополнительных долгов. Перейдем к недостаткам. Слабая программа лояльности. Существует риск ухудшения программы лояльности. К примеру, банк постоянно снимает лимит ежемесячных бонусов. На момент выхода видео он составлял 1000 баллов. Чтобы получить максимальный размер кэшбэка в 5%, необходимо будет накопить 20000 баллов. При частом совершении покупок по карте и при использовании акций от партнеров, данная программа все еще выгодна и выдерживает конкуренцию с другими предложениями банков. Платное смс-информирование. Стоимость смс-информирования обо всех операциях по карте составляет 60 рублей в месяц. Отметим, что подобная услуга у других банков тоже является платной. Проверить счет и управлять своими финансами вы можете бесплатно при помощи личного кабинета в мобильном приложении или на сайте. 3. Комиссия при оплате за границей. Банк взимает дополнительную комиссию в 1,65% за все совершенные операции за рубежом и в иностранной валюте. Для путешествий и заграничных командировок придется оформлять другую кредитную карту. 4. Карту могут не одобрить. Райфайзенбанк быстро отвечает на заявки и столь же быстро может отказать в выдаче кредита без объяснения причины, как и любая другая финансовая организация. Одним из поводов может служить плохая кредитная история. Чтобы ее улучшить, советуем воспользоваться кредитным доктором от Совкомбанка. Ссылка в описании к видео. 5. Комиссия за снятие наличных. Банк взимает 3% от суммы операции и еще 300 рублей за выдачу наличных в своих банках. Для сторонних комиссия еще выше. Почти все магазины предоставляют возможность оплаты картой, поэтому используйте кредитку только для безналичных платежей. Для бесплатного снятия наличных советую воспользоваться другим предложением от Райфайзенбанка. Наличная карта. Ссылка в описании к видео. Выделим другие интересные предложения от Райфайзенбанка. 110 дней. Карта с длительным беспроцентным периодом до 110 дней и бесплатным обслуживанием. Наличная карта. Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, кассах и офисах банка. Travel Rewards. Подойдет для путешественников. Банк начисляет по 1 миле за каждые 30 рублей, потраченных на карте. В конце видео напомню о важных правилах пользования кредитными картами. При подписании договора внимательно читайте условия. При использовании карты регулярно вносите минимальные ежемесячные платежи. С вами был канал «Это просто». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь опытом и задавайте вопросы в комментариях. Вас ждет еще больше полезных видео. Подписывайтесь на канал, делитесь побывать в комментариях. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.